Ты будешь и в сыновей Нобелевским гулять. И у меня будет автомобиль еще иди в машину. И у тебя будет автомобиль иди в машину. Лучшие спектакли российских городов и стран Балтии на одной сцене. В Новокуйбышевск «Золотая маска» проезжает уже в третий раз. Все благодаря театру «Студии Грань», который неоднократно становился номинантом и дважды лауреатом «Золотой маски». Это авторитетная и престижная награда. Она вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. События в культурной жизни страны, региона, конечно, Новокуйбышевска, фестиваль. Лучшие спектакли, которые увидят зрители Новокуйбышевска. Большой праздник. Знаю, что очень много людей едут сюда, на этот фестиваль, из других городов и сел Самарской области. Я очень надеюсь, что этот особый культурный код, который есть у этого трудового города, города Новокуйбышевска, он сегодня способствует развитию культуры в целом регионе. Президент фестиваля «Золотая маска» Игорь Костолевский подчеркнул, Новокуйбышевск – географически небольшой, но значимый город на театральной карте страны. Здесь необыкновенный зритель. При формировании программы для разных городов организаторы фестиваля всегда учитывают насмотренные зрители. И в Новокуйбышевск готовы вести сложные для осознания постановки. Стратегическая задача «Золотой маски» – это снятие культурных барьеров. Потому что, чтобы была возможность как можно большим регионам увидеть действительно хорошие, интересные, сложные, разные спектакли. И в этом направлении мы двигаемся. И мне кажется, что это одна из самых основных задач – открывать новые регионы и привозить туда спектакли. Но причем спектакли, знаете, это или лауреаты «Золотой маски», или которые в «Ломк листе», или которые были в номинации. Во всяком случае, это все спектакли, которые мы привозим, они отмечены качеством. Программа фестиваля стартовала со спектакля «Обещание на рассвете» Московского театра имени Пушкина. Зрители также смогли увидеть постановки «Комната Герды» и «Ревизор». Завершит фестиваль спектакль башкирского театра драмы «Зулиха открывает глаза». Студентов театральных вузов, а также актеров и педагогов помимо спектаклей ждет образовательная программа. Губернатор Дмитрий Азаров и президент фестиваля Игорь Костолевский решили, что в следующем году фестиваль «Золотая маска» в расширенном формате пройдет в Самаре. Виктория Шарая, События.